Всем привет! Мы сейчас сидим в вагоне метро и едем на шопинг. Вот Лерочка. Привет, Лера! Я тут примерила одни джинсы. Смотрите. Это Клёш. Клёш в Корее очень модный. И, не знаю, я когда-то носила такие. Где-то в классе в пятом, наверное. А вот и я. Хотела показать вам, что я сегодня в линзах. Надела их сегодня. И немножко глаза красные. Из-за того, что долго пыталась опять. Это нужен, наверное, опыт. Все равно не сразу все. И сейчас я купила себе джинсы. Потом покажу вам их. А сейчас мы погуляем еще по магазинам. Тут вижу Пума. Тут вижу Филу. Кстати, Пума здесь BTS рекламирует. Так что сейчас вам покажу их. Вот они, красавчики из BTS. В полном составе. И дальше есть еще здесь плакат с Чонгуком. Апа-на! И вот здесь еще есть. Мы зашли в Тайсо. Мне нужно взять крючки для дома. Потому что при переезде наши ноги сломались и потерялись. И я вот теперь хочу взять какие-нибудь... Вот такие с мишками у меня уже были. Теперь нужно что-нибудь другое посмотреть. Мы тут смотрим тапочки. И Коля вот... Прикольные смотрят. Да. Коля вот думает, что вот эти прикольные. Но я не знаю. Белые как-то не очень хочется брать. Здесь Nike. Да. Здесь Nike. Ну выбора много, как всегда. А вот что выбрать, это вопрос. Потому что и филы здесь тоже дофига. Тоже вот белые. Такую, что ли тебе взять. А, это сумка на пояс, да? Как раньше на селе? А, или на плечо это. По-моему, можно как на плечо, так и на пояс. Можно на пояс. Ну мне нравится такой стиль. Прикольно. А вот еще тут тапочки филы. Коллаборации с Чупа-Чупсом. Смотрите, сколько оттенков. Разные, разные. А внизу не балансы. Так, а здесь посмотрим, что есть. Ну здесь уже кроссовки обычные идут. А, нет, здесь тоже тапочки. Это уже Adidas. Мама, давай чаще сюда приходить. Ты хочешь чаще сюда приходить? Да. Тебе понравилось? Да. Мы уже сидим на нашей станции. И сейчас поедем домой. Мы ждем поезд, когда он приедет. И здесь такая станция большая, посмотрите. Просторная прям. Ну, в принципе, они все здесь такие просторные, но здесь прямо она такая огроменная. Каролина тут играет, как называется, гармошка? Да, гармошка. Я очень нравится, это гармошка, и я пою на ней песни. Иди, молодец. Теперь придем к Лерочке. Недовольная. Булочку. Булочку хочешь? Хорошо, сейчас приедем домой. Зайдем в магазин и купим. Не знаю, видно вам или нет, но у меня линзы серые, по идее. Но их особо не видно, потому что они, ну, такие, скажем так, с прозрачным подтоном. Когда я брала, я еще не особо разбиралась в линзах. Оказывается, они есть разные. Есть для кукольного макияжа какие-то, и, видимо, я хотела такие. А продвес мне дала вот с обычным подтоном серым, которые, по сути, когда наденешь, не видно, что они серые. Но на самом деле они серые. Пока мы ждем наш поезд, хотела спросить у Ники. Как тебе впечатление о магазинах корейских? Очень много всего. У меня аж глаза разбегались. Я хотела все купить, но единственное, что не хватило времени. То есть нам даже 3,5-4 часа не хватило для того, чтобы пройтись по всем магазинам. Мы еще даже не зашли в магазин косметики вообще. Да, кстати. Да, и мы отдельно должны приехать, чтобы зайти в магазин косметики. Я-то зашла там в один магазин, ну, там просто был отдел с косметикой. И будем теперь косметикой затариваться. Одежду, так, обувь мы посмотрели. Я еще себе не посмотрела еще обувь. То есть я взяла всего лишь там 2, что ли, или 3 пары, я уже запуталась. Дома нужно идти посмотреть. Да, и хочу купить еще и классическую. Много еще чего нужно купить. За один день, конечно, этого не сделать. Здесь просто шикарный шок. Ты все сказала так на одном дыхании ешь? Не поняла. Тебе, короче, надо работать диктором. Да. Потому что ты пока говоришь, я не успеваю затем. Это мое второе вообще-то призвание. А ты что, моей маме, мне надо еще купить барахло? Что говорит? Нет. Моей маме говорит, нужно купить еще барахло. Еще барахло купить. Это так сказала Каролина. Отлично. Все, приехал наш поезд. Наконец-то. Что-то он так долго был. Минут 5 точно мы сидели, ждали. Заходим. Я не буду, Лерочка. Лера захотела булочку, папа купил ей сейчас. Идем, сейчас в другой магазин зайдем. Сэндвичи возьмем. Хорошо? Мы пришли в другой магазин уже. Сейчас выберем треугольный кимпап. И не знаю, Коля вроде хотел сэндвичи. А тебе что будет? Но что-то я их здесь не вижу. И все, потом уже идем домой. Мы сразу решили подогреть. Сейчас сколько? Вот все уже. И потом уже дома покушаем готово получается. Ну что, нормально или еще? Еще одна надо. Только что мы быстренько забежали домой. И распаковали бургеры, чтобы они были еще тепленькими. Вера. И вот, что еще мы тут взяли. Это Лерочкина булочка. Она правильно открыта. Ее надо правильно открыть? А, вот этот. Нет, мой ким. А я здесь все начала вырывать. Ким, короче, это с пулькоги. У меня с мясом, да. И еще здесь какой-то был. Сейчас найдем. Это туиди кальби был. Это свиные ребры. А, вот этот. И у Коли с курицей чикин-танкс. Та-дам. Это что такое? Чтобы сырая булочка. А, я думала, открытка что-нибудь. Ну, это рулетики, Лер, обычные. Угу. Покажу вам быстренько покупки. Это джинсы расклешенные. Потом при примерке покажу поподробнее. А к ним взяла еще я футболку полосатую, обычную такую. Также к джинсам я взяла обычную полосатую рубашку и кофточку. Ну, это сет такой. Состоит он из футболки и вот такой маечки. А это просто кофточка с длинными рукавами. Белая, с черной полоской. Такая базовая вещь. А вот эта вещь, это платье такое. Весеннее, летнее. Оно белое, но с голубыми цветочками. Ну, и взяла себе носочки, обычные, с сердечками. Они очень классные. Следующие три вещи, которые я вам покажу, они из сайта Shein. И первая это футболочка, посмотрите. С надписью ARMY. Ну, я думаю, вы знаете, да, кто такие ARMY. И почему я заказала ее. Она очень классная. Сверху здесь сеточка, а внизу дальше идет как обычная футболка. Это такой сарафанчик в горчичную клетку мелкую. Здесь молния на пол сарафана где-то. И очень даже смотрится нежно. И под девичьей. Это юбка с принтом шахматной доски, который очень моден в последнее время. А это уже покупки из магазина Тайсо. И здесь губки три штуки. Это средства для снятия макияжа. Ну, короче, мицеллярная вода. А это крючки выбрала вот такие. Здесь пять штук. Смотрите, ребят, мы только что пришли из магазина и купили два чемоданчика. Здесь внутри, как оказалось, жвачки. Они вот такие. Подушечки. А я думала, что здесь конфетки будут. Это Лерин, это Керин. Вот, смотрите, что он здесь. Да, и это Лера хочет показать, что внутри. Ну, то же самое внутри. Здесь жвачки, а здесь вкладыш какой-то. Я вам покажу. У тебя это вот такая котиночка. Подожди, что это? Это наклейки, да? Нет, это просто вкладыш. Это просто. Ну вот, ребята, я одела специально, чтобы показать вам свой лук. Здесь, значит, на мне наверху рубашка, а внизу джинсы. И джинсы обошлись мне в 10 долларов, может, даже чуть-чуть меньше. А рубашка вообще меньше 5 долларов. Но общая стоимость примерно где-то 15 долларов. Вот такой лук. Весенний, летний. И, кстати, эти джинсы лёши. А вот это уже следующая кофточка, но джинсы те же самые. Вот так вот. А кофточка, получается, стоит тоже около 5 долларов. Можно накупить много вот таких кофточек и сочетать с одними-двумя джинсами. И будет казаться, что у вас много луков. Следующая кофточка выглядит вот так на мне. Многослойная кофточка. Здесь набор, получается, футболка и вот такой топик. Кореянки очень любят такие топики. Ну, такие кофточки, платья. Короче, корейцы вообще любят многослойность, когда есть и футболка, и наверх что-то. И мне тоже нравится такой стиль. А это уже обычная футболка полосатая, которая подходит к джинсам, к юбкам. И вообще это базовая вещь такая. Вот этот лук. Видите, футболка и юбка я заказала на сайте SHEIN. Ссылочки на эти вещи я оставлю в описании. Эта юбка мне вообще очень нравится. Размер XS. А это S получается. И видите, какой шикарный лук получился. Для ARMY, для BTS самое топ. И самое главное, в этом луке еще носочки. Следующий лук я также заказала на SHEIN. Ну, точнее, только этот сарафан. А вверх вы можете подобрать обычную белую футболку, что я и сделала. И видите, опять-таки, получилась многослойность. С носками белыми или вообще с какими-нибудь высокими носками смотрится очень красиво и женственно. И, кстати, каждый лук стоимость где-то около 15 долларов. Так вот, бюджетненько получилось. И последняя вещь на сегодня это платье такое летнее, весеннее, белого цвета. И оно, хотя немного электризуется, но оно очень классное. И оно не с сайта SHEIN. Это я уже брала здесь, в Корее, в офлайн-магазине. Оно стоило, по-моему, около 10 долларов. Вот так вот. Если вам понравились мои покупки, то обязательно ставьте пальчик вверх и подписывайтесь на мой канал. И напишите в комментариях, какой из образов вам понравился больше всего. И до встречи уже в новом видео. Всем пока!